Второй бой первого круга. Револьвер против Булата. Второй бой турнира, в котором встретились Револьвер и Булат. Револьвер находится в красном углу, Булат в синем. Виталий, информация немножечко о спортсменах. Расскажите нам, кто Булат такой, кто такой Револьвер? Вы знаете, мне кажется, здесь как раз выявляется один фаворит всего турнира. Перед вами Булат, он в синих перчатках. Очень опытный спортсмен. Очень опытный спортсмен. Он чемпион мира по тайскому боксу, чемпион Европы. Против него Револьвер. Мастер спорта международного класса по кикбоксу. Также был чемпионом Европы среди профессионалов. Двукратный чемпион Белоруссии по боксу. То есть, опять-таки, боксер с хорошей школой. Против него достаточно серьезный, опытный спортсмен. Это Булат. Юрий Булат из Белоруссии. Бой достаточно интересный. Я думаю, сразу особенности Булата. Это вот его такая напористость, такая звериность. И достаточная расчетливость по отношению к любому спортсмену. Револьвер. Хороший боксер. Мукаутер. И здесь бой может сложиться очень интересно. Посмотрите, Асоми ставится. Он понимает, что с боксером на руках трудно соревноваться. То есть, он берет его в клинч и пытается своими острыми коленями пробивать его корпус. Опасаются они оба друг друга. Смотрят, и первый раунд начинается достаточно резко. Если это клинч, то очень аккуратный клинч, без ударов. И они ждут, пока рефери разнимет обоих спортсменов. Редактор субтитров А.Семкин Второй раунд. Оба спортсмены прочувствовали технику обоих. Теперь им нужно только очень аккуратно, очень аккуратно проверять друг друга. Смотрите, какая стойка у Булата. Шея вытянута на него, немножко присел на ногах. И музыка, музыка, конечно, вдохновляет здесь обоих спортсменов. И Булат как будто сам чувствует, что у него прям, видите, такая шея вытянута вперед. Он все видит, мне кажется, он все видит. Я думаю, что здесь даже приятно будет посмотреть на сам бой без комментариев. Потому что профессионализм обоих спортсменов здесь очень высок. Левая колена! Конечно, интересно, как будут развиваться события. Но пока мы с вами смотрим... Подожди. Захват-захват. Что же получится из этого? Вырвался револьвер с захвата. Не подпускает к себе Булат. Боксера все-таки пытается пробивать Маукики. Также Булат довольно хорошо работает сам на руках. И плюс его руки, плюс его ноги дают им большое преимущество перед кикбоксером. Смотрите, видите, жесткий довольно-таки клинч, захват, где револьвер не может вырываться. И удары коленями здесь очень жестокие. Аккуратно начинает бой. Булат проверяет потихонечку. И мощно достаточно бьет с обоих ног. Задержал револьвера в углу. И смотрите, опять клинч. Мощный клинч. Не отпускает, не отпускает. Его держит. И прям достаточно агрессивен здесь. Смотрите, бьет, бьет острыми коленями. Пробивает в корпус. И он попадает в один момент. Попадает еще раз. Да. Вот так вот. Вот это вот и есть Булат. По-видимому, это он нокдаун. Еще раз. И он, по-видимому, через перчатку все-таки пробил голову. Рефери отсчитывает. Время и бой продолжается дальше. И опять с большим напором Юрий Булат начинает свою атаку. Подскользнулся. Смотрите, как красиво вышел из этой ситуации. И все-таки и начинает продолжать атаку же, лежа на татами. Да, серьезный бой. Не ожидал револьвер, наверное, такого вот мощной такой атаки со стороны Юрия Булата. Видим, что Булат контролирует ситуацию на ринге. Аплодисменты. Аплодисменты. Третий раунд. Хотелось бы напомнить телезрителям, что мы с вами смотрим турнир Кубок Арбата «Выживание». Это первый круг турнира, второй бой. Бои проходят по универсальной версии «Барс» в культурно-развлекательном центре Арбат, который находится в городе Москве. Следить за нашими событиями вы можете не только с экранов телевизоров, а также на сайте fightclub21.ru. И немножечко еще информации для любителей играть на тотализаторе. Это вы можете делать на сайте chance.ru. А мы с вами видим, что бой достаточно жестко развивается, и Булат в своей манере профессионального тайбоксера клинчует револьверы и начинает его просто терзать его своими жесткими коленями. Опять-таки клинч. Видите, Булату без разницы в какой стойке наносить удары. Он и в клинче достаточно жестко наносит удары. Уверенно работает здесь Юрий Булат. Чувствует он револьвера, не дает возможности все-таки ему атаковать. Работает первым номером. Видите, что он с ним делает. Просто захватывает его в клинче. Мы видим, что револьвер практически уже не сопротивляется. В выдохсе против такого жесткого спортсмена, как Булат. И мы видим, опять-таки, удары коленями практически уже без блоков. Револьвер принимает на себя удары, мощные удары коленями. В выдохсе мы смотрим, что выдохся. Револьвер Булат почувствовал превосходство. Идет на него достаточно уверенно. Интересно, как закончится третий раунд. Вот, смотрите, мощный удар коленом. И еще раз мы с вами видели, что все-таки попал. Вот какой, видите, острый и мощный удар. Прям в ребро. В ребро. Видите, мы прям с вами видели. Такое ощущение, как будто сломал ребро ему Юрий Булат. Но нет. Хотя такая травма, она сразу не определяется. Только после боя можно определить. И все, здесь мы видим мощную атаку. Опять-таки, клинчи, колени, колени в области корпуса. И, смотрите, еще один мощный удар. Скорее всего, он попал по печени. Есть. Вот, что значит колени тайбоксера. Вот это явный пример жесткости школы тайского бокса. Серьезный клинч и мощный удар в область печени. И так и есть. Бой останавливается. Это нокаут. Культурно-развлекательный центр Арбат. Под глупцем. Уважаемые дамы и господа. Вот он, Юрий Булат перед вами. Турнир Кубок Арбата выживания. И мы слышим вердикт. Весовой категории до 71 килограмма. В третьем раунде. Нокаутовым победу одержал. Моя победа. И победа. Да, хороший бой показал Юрий Булат. И переходит в следующий круг. А истинных любителей острых ощущений мы ждем каждую среду в бойцовском клубе Арбат. Булат выходит во второй круг. Продолжение тур.